Сегодня в Казахстане наблюдается кризис действующей власти. Назарбаев стал суперханом, диктатором, который правит страной единолично. Государственно важное решение зависит исключительно от его прихоти. Такая ситуация вызвана тем, что Казахстану была навязана президентская форма правления с неограниченными полномочиями главы государства. Мухтар Аблязов предупреждал об опасности авторитаризма и предлагал единственный выход для Казахстана – перейти к парламентской форме правления. В тех условиях, в которых сейчас развивается Казахстан и многие страны СНГ, президентская форма правления не работает и не будет работать. Она приводит к конфликтам. Даже если будет сильный лидер, даже если он будет честный, то через какое-то время сама система власти трансформирует человека и режим становится несправедливым. Поэтому я считаю, что форма управления у нас должна быть парламентская. В парламентской республике стратегически важные решения принимаются парламентом. Он состоит из представителей разных партий, а значит представляет интересы всех категорий населения. Таким образом, избирая парламент, народ влияет на власть. Кроме того, парламент формирует правительство. А правительство, в свою очередь, несет ответственность перед парламентом, который его контролирует. Взять пример в Англии. Это парламентская форма управления. Когда тельные партии со своими программами выходят к населению и побеждает именно тайные программы, тогда это правительство приходит к власти. И они назначают премьер-министра и на определенный промежуток времени, 4 года, народ следит за этим правительством, как они выполняют свои обещания и насколько они были эффективны. Парламентаризм отличается четким разделением властей. Это исключает многолетнее правление одного несменяемого диктатора и гарантирует права, свободы и плюрализм мнений в государстве. А честные независимые от диктатора СМИ доносят до населения правду о реальных проблемах. У них появляется возможность, как у настоящей четвертой ветви власти, влиять на правительство, парламент и судебную систему. Здесь нужен правильный баланс власти, когда судебная система независима от власти, она сама независима. Когда пресса действительно независимая, не подвержена давлению, она как раз очень эффективно борется против коррупции, потому что вскрывает пресса все эти события. И тогда судебная система начинает на все это реагировать. А в данной ситуации все подмято лично президентом. При парламентской форме правления происходит справедливое распределение ресурсов. Парламент ежегодно принимает бюджет и следит за тем, чтобы бюджетные деньги не были разворованы правительством и местными органами власти. Средства не аккумулируются в столице, они равномерно распределяются по всем регионам. При парламентаризме не возникает ситуации, когда районы, добывающие нефть, живут в нищете, а центральные города процветают. Когда будет парламент и когда каждое ведомство, отвечающее за стильные вопросы, будет подотчетно парламенту, соответственно, представителям, которые находятся в этом парламенте, тогда да, будет большая справедливость, чем та, которая сейчас присутствует в Казахстане. Проводимые тендеры за право на разработку месторождений дают возможность работать тем, кто предложит наилучшие условия, при этом публично и открыто. А сейчас это решается за закрытыми дверями, лично Назарбаевым. Поэтому народные ресурсы попадают в руки его семьи и приближенных, которые контролируют его активы. В парламентской республике, именно справедливой, с противовесами властными, все эти блага, они распределяются так, как считает общество, а именно открыто, прозрачно и в целом это вызывает согласие. Продолжение следует...